drop the ball drop the ball друг Вани Паркер всем привет Оксана из Алабамы ваш риэлтор на юге США и так сегодня такой будет коротенький ролик но как два в одном я буду вам о чем-то рассказывать и показывать прекрасный пейзаж я живу в штате Алабама уже 11 лет а в Америке с 98 года не верится, что половину своей жизни я прожила в эмиграции но здесь я чувствую себя как рыба в воде кто-то на каком-то канале у меня два канала на английском написал как ты за эти годы не избавилась от акцента я раньше отвечала на этот вопрос ну потому что я не ставила себе такую цель когда у меня была цель написать книгу я написала книгу, не одну переходите на сайт Литрес посмотрите там три мои книги на русском можно скачать посмотреть когда я ставила себе цель там чтобы у меня все дети научили шахматы играть плавать заниматься джиу-джитсу чтобы они могли за себя постоять я себе эту цель ставила да, и когда я хотела там стать подрядчиком потому что нужно очень много знать и расширять свой словарный запас в плане ремонтов знать название на английском языке название краски, отделки потому что мой муж мастер на все руки я когда хотела стать риэлтором я же первый раз ничего не понимала когда ходила в эту школу риэлторов то есть я два раза ходила в эту школу вот физически ездила два раза один и тот же курс проходила вот целью избавиться от акцента и быть как все у меня не было у меня никогда не было желания быть как все начиная с детства я с 11 класса печаталась в Пионер Востока и в Пионерской правде я хотела быть писателем и меньше всего я хотела быть как все так что когда американец сталкивается с нами, с эмигрантами он не смотрит он может конечно услышать акцент и если, например, его от этого затошнит это просто человек ограниченный потому что в нашей жизни главный не акцент, а словарный запас если у вас словарный запас то вы можете не только общаться но и освоить какую-то важную интересную профессию это людей, у которых нет акцента коренных американцев полно и среди преступников сидят в тюрьмах и среди наркоманов и среди просто бомжей которые не хотят работать или сидят на государственной шее то есть людей, которые без акцента полно но захотите ли вы с ними иметь дело и захотят ли какие-то другие люди с ними иметь дело то есть в вашем приоритете должно быть не то, акцент у вас или нет а сколько вы знаете какой у вас словарный запас вот это первое, что я освещаю второе, я хочу вам рассказать историю которая со мной произошла как с риэлтором я уже риэлтор ровно 3 года и с каждой сделкой какой-то опыт у тебя бывает вот мой опыт в данном случае я расскажу вам ситуацию про бросить мячик это первое, что вы видите Друг Вани Паркер У меня недавно была такая ситуация Когда Американское выражение Уронить мяч Полностью Прям подходило К этой ситуации Я совершила ошибку Я понадеялась на других людей Что они подготовят все К закрытии сделки Сделка должна была быть Оплата наличными Домик стоит 50 тысяч Люди хотели его купить Чтобы постепенно сделать ремонт Что у нас получилось Получилось что Я несколько раз позвонила в офис Где мы оформлялись документы Мне не перезвонили Но я думала А в Алабаме у нас все делается Дольше В результате Каким-то образом Там забыли про эту сделку Наверное потому что там были Очень маленькие суммы В общем Я не хотела людям Напоминать То есть получается Как бы беспокоить их Ведь выходило так Что если я их беспокою Напоминаю Типа намекаю Что они не знают Как делать свое дело В результате Мой клиент потерял дом Потому что Ну То есть как Они не совсем потеряли Они потом передумали его покупать Но Это выглядело некрасиво Ну Как Я как риелтор оказалась Ну Я не смогла эту сделку довести до конца Потому что Ну я расслабилась Я думала что Тайтл компания Вот агент Там все делать как надо Теперь Я Я никогда не звоню им Я пишу Электронную Электронное письмо Там в главной линии В названии Пишу Адрес дома И Письмо В электронном формате Никаких звонков Я туда не делаю Потому что На электронное письмо Они точно ответят А так у меня получилась ситуация Я уронила мяч Вот это вот выражение Когда ты Перестанешь Ну теряешь контроль над чем-то Потому что ты Ну Думаешь Что другие это все сделают А так получается Я расслабилась Думала что другие все сделают Вот 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 Зачем их дергать Позвонила пару раз Мне не перезвонили Ну да ладно А потом Ой А сделка же-то завершилась Надо мол продлевать ее А если продлевать Там заплатите деньги Меня и клиент продлил А потом Их родственница уговорила Этот дом не брать Потому что там рядом Была водоочистительная система Их родственница убедила Что это вредно Для здоровья Жить около водоочистительной системы Не да бог Что-нибудь взорвется Напишите Что вы думаете об этом Ну Вот В общем Такая получилась история В хорошем бы состоянии Дом стоил 120 тысяч А так Он был такой Внуждался в ремонте Там Ну за 50 Его отдавали Это как был хат Как это Форокложер Такое дело Вот Ну в общем С одной стороны Если бы сделка прошла Люди могли потом И пожалеть И бы потом родственница Начинала Уже не отговаривать Я сказала Какие вы дураки Вы купили дом Около Этой там Водяной вышки Она не совсем рядом Была Не в двух шагах Но В 5 минутах езды Значит История о том Что С одной стороны Покупатель Ну который Покупатель Сказал мне Что я некомпетентный Риэлтор Да я действительно В том вопросе Была некомпетентна Потому что я Никогда не продавала Дом Как форокложер Это был мой первый опыт И я не знала Что Ну если Истекает срок контракта То И Мне нужно всех дергать Я реально Думала Что сейчас все Все подготовят Короче нельзя Даже если вы Оходитесь в Америке Рассчитывать На Добросовестность Добросовестность Других людей Человеческий фактор Никто не отменял И это был Как говорится Один из моих проколов Один из моих уроков Я бы заработала Там пару тысяч На этой сделке Вот Это конечно Тоже на дороге Не валяются Но самое главное Что я не заработала Что я заработала Я заработала Опыт Я заработала Опыт И Как общаться С людьми И кстати Саталагентами И с клиентами Так что Вот я сейчас Попрошу Пацанов Покидать Побросать мячик И по английски На хорошем английском А повторить Это выражение Драптабол Уронить мячик Потому что Это именно означается Когда ты Не умыл Именно руки А когда ты Отпустил ситуацию Думаю что Все само Ну разрешится То есть Когда ты Не ожидаешь Никаких подвогов Драптабол Вот Такие дела Драптабол У нас взяли Анализы У одного из членов Моей семьи Мы сдали кровь Не буду говорить Кто На что Не важно Но Врач Забыл О том Что Нам дали направление На эти анализы И врач Не звонил И мы Под мы Забыли И в результате Через несколько месяцев Мы потом опять приходили На прием Говорить А че ж так получилось Вбрали анализы Чтобы сделать Какие то выводы И исчезли То есть Получается Врач Уронил мячик Мы уронили мячик И все уронили Мячик То есть Забыли Как говорится О своих Прямых Обязанностях Один Забыл о том Что его дело Лечить И правильно Ставить диагноз А второй То есть Мы забыли Что нам это надо То есть В общем Вот такая ситуация Кстати Есть другое выражение Кроме Dropable To slip through the cracks Это Когда между Когда Например Допустим В земле Или в чем-то есть Трещины Типа как В трещину Через трещину Простачилось Да То есть Таки бывают Интересные ситуации Я надеюсь Вам понравилась Природа И мои истории И этот экскурс В английский язык Американские идиомы Я надеюсь Продолжение следует... Продолжение следует...